Руководство АвтоВАЗа встретилось с журналистами в логистическом центре компании в Тверской области. Речь предсказуемо шла о запчастях, причем не только для автомобилей Lada, но и Renault, обслуживанием которых теперь тоже занимается АвтоВАЗ, а точнее его дочерняя компания Lada Image, которой достался центральный склад закрытого общества Renault Россия. Представители автогиганта заверили, что с деталями для обеих марок нерешаемых проблем нет. Три четверти поставщиков не прекращали работу, да и с оставшейся частью серьезных сложностей не возникнет. Порядка 25%, если не ошибаюсь, по процентам поставщиков, они временно прекращали производство поставки, в связи с тем, что им нужно было переналадить свои каналы обеспечения комплектующими, но на текущий момент они установлены. Тем не менее, под вопросом поставки 2% деталей для Lada и 5% для Renault. Все те каналы, из которых ранее дилеры Renault получали детали, они все открыты. Закрытой является только часть позиций, которая не попадает под стандарты Евросоюза. А компоненты, связанные с коробками, элементы, не сами коробки, это могут быть ремни ГРМ, по которым сейчас активно мы ищем замены и так далее. Кстати, на российских складах осталось примерно 7 тысяч новых машин Renault. И когда они разойдутся, торговать станет нечем. Поэтому уже сейчас дилеры Renault, помимо соглашения с АвтоВАЗом о послепродажном обслуживании, задумываются о подписании дилерских договоров на продажу новых автомобилей Lada. Планы отечественного автогиганта огромны. Производство полумиллиона машин в год и запуск новых моделей. Еще одна новость. Постепенное превращение сети Lada Detail в мультибрендовую экосистему Lecar. Процесс займет около года. Сеть будет включать не только магазины запчастей, но и сервисные станции. Работает Lecar по франшизной схеме. Можно иметь существующий бизнес, можно открыть бизнес с нуля. Мы полностью в этом оказываем содействие. То есть мы даем все стандарты, даем форматы, показываем, как правильно обслуживать конечного потребителя, рекомендуем ассортимент. В будущем сеть расширят до 2000 магазинов. Предполагается, что Lecar появится в каждом городе с населением более 50 тысяч человек. Шесть пилотных станций техобслуживания откроются уже в конце года. В 2023 году их количество увеличится до 100, а к 2030 году до 1100. И их ключевым отличием будет работа не только с Тольяттинской маркой, но и с зарубежными брендами. Продолжение следует...